Многие думают, что лонгрид это обычная газетная статья, просто разукрашенная фотографиями и разными интерактивами. Но это не так. Посмотрим, как устроен проект Guardian Bust Out, один из выдающихся примеров журналистики крупного формата. Я вот распечатала проект, чтобы удобнее было анализировать. Всячески рекомендую этот метод. Он хорошо помогает и изучать чужой контент, и структурировать свой. У мультимедийного лонгриды своя структура, своя драматургия, которая заманивает пользователя, завлекает его, заставляет читать дальше. Лонгриды не делаются сначала напишем текст, а потом красивенькое. Он изначально проектируется как мультимедийный. О чем проект? На протяжении более трех десятилетий администрации разных американских городов практикуют своеобразный способ снижения показателей количества бездомных в обверенной им территории. Бездомный может получить бесплатный билет на автобус в один конец, якобы к месту проживания семьей и друзьями. Но за все эти годы результативность этих государственных программ никем не оценивалась. До тех пор, пока за дело не взяли журналисты. Нашей целью было понять, какое влияние эти автобусные программы оказывают на бездомных в Америке. Города, конечно, скажут, что эти программы – отличный способ обеспечить людям большую стабильность. Это способ воссоединить людей с семьей или друзьями в других местах и, возможно, предложить им путь к выходу из бездомности. 18 месяцев детального исследования темы. База данных на более чем 34 тысячи поездок. 18 журналистов, видеографов, спецов по анализу и визуализации данных. В этом проекте есть очень интересное композиционное решение. Как бы качели от частных историй к общей картине и обратно. Я покажу вам, как это работает. Фрагменты с общей картиной я буду отмечать зеленым, а погружение в личную историю – оранжевым. И вы увидите паттерн. Начинаем проект с обложки. Видеофрагмент, емкий заголовок, включение читателя в контекст. Стартовое видео снято дальним планом. Общая картина. Следующий абзац. Мы знакомимся с Суином Рабером. Бездомный, который получил билет по программе и едет из Сан-Франциско в Индианаполис, его родной город. О его путешествии можно было бы рассказать текстом. Или написать крупную цифру «2275 миль человек проехал на автобусе». Но посмотрите, какое визуальное решение было найдено. Не все, даже внутри США, знают, насколько далеко Индианаполис находится от Калифорнии. Поэтому формат маршрута не просто сообщает нам о расстоянии. Он задает контекст, он формирует образ, настраивает нас на определенные эмоции. Долгая дорога на автобусе. Частная история оранжевой. С помощью приема скроллителлинга мы превращаем эту частную историю в другую карту – хораплет. Здесь, чем интенсивнее цвет, тем больше в этом штате бездомных на 100 тысяч населения. И опять же, можно было бы написать это текстом. Ну или таблицей, цифрами. Но нет, именно карта связывает два абзаца между собой логически и дает максимально понятное представление о трендах в целом. А дальше мы видим фантастическую работу с данными. С точки зрения форматов – это сочетание пузырьковой карты, карты потоков, таймлайна, гистограммы. Журналисты собрали данные по реальным билетам, выданным по программе таких автобусных переездов. Каждая точка – это один бездомный человек, едущий на автобусе прочь из города. Хотя города утверждают, что это хороший способ помочь людям избавиться от бездомности, на самом деле существует не так уж много долгосрочных исследований, подтверждающих это. Так, например, мы обратились в город Сан-Франциско и запросили у них данные, и они предоставили нам данные за много-много лет, начиная с 2000-х годов. Но, например, за пятилетний период с 2010 по 2015 год, когда город предложил тысячам людей билеты на автобус, и тысячи людей покинули город, город смог предоставить нам только записи о том, что ему удалось связаться только с тремя из этих людей, чтобы выяснить, улучшилась ли их ситуация на другом конце. Общая картина – ситуация в целом, отмечаю зеленым. Дальше мы меняем фокус, опять ознакомимся с конкретными людьми. Это как закрыть дверь, убирайся отсюда. Мы купили тебе билет на автобус, ты не можешь вернуться. У меня болит нога, я чувствую себя так, будто меня надули. Они говорят вам все, что угодно, потому что хотят, чтобы вы убрались отсюда. Посмотрите на необычное решение видеоцитаты в проекте. Мы привыкли, что цитата может даваться текстом, фотоцитатой, синхроном, когда человек говорит на камеру. Но здесь по-другому. Крупный план. Помните, личная история – это максимальное приближение и по смыслу, и по форме. Это видео, не фото. Человек смотрит на вас. Но сами цитаты как бы звучат у вас в голове, губы героя не двигаются. Вы читаете мысли героя. В некоторых городах бездомные должны подписать договор, что они больше в этот город не вернутся. Причем иногда бан этот пожизненный. Но, вы знаете, далеко не все читают то, что подписывают. Ради этих историй два репортера из Сан-Франциско несколько дней в неделю в течение месяца дежурили возле городского офиса социальной службы. Они хотели пообщаться с претендентами на автобусные билеты. В общей сложности в результате всех этих усилий репортеры собрали 35 личных историй с двумя бездомными, а они прямо вместе ехали на автобусах. Любой хороший контент взлетает на двух крыльях – содержании и форме. Обе составляющие важны. Если нет яркой, значимой истории, никакой модный формат вас не спасет. Но и сама по себе история без качественной упаковки не работает. Поэтому в Гарденовском проекте мы смотрим на оба крыла. Следующая глава. Автобусами дело не ограничивается. Почти половина полученных журналистами данных из Нью-Йорка. 20% от нью-йоркских билетов не на автобусы, а на самолеты. Смотрим общим планом. Дуговая диаграмма помогает увидеть расстояние, теперь уже международное. Нью-Йорк был очень необычным в том смысле, что около 600 человек были отправлены в порой дорогостоящие путешествия по всему миру на самолете. На самом деле, самое длинное путешествие, которое мы обнаружили из Нью-Йорка – это путешествие бездомного в Веллингтон, Новая Зеландия. Кроме того, около 2500 человек были отправлены самолетом в Пуэрто-Рико. Как показать, в какие города люди отправляются, есть ли у них там возможность подняться и изменить свою жизнь? На этом графике мы видим распределение, куда уехали люди. В города, где средний доход на душу населения выше, чем там, откуда они уехали. Мы видим, что люди в основном едут в более депрессивные регионы. Общий тренд, общая картина, выделяю зеленым. Дальше личная история о оранжевом. Кто принимает или обещает принять бездомных на другом конце маршрута? Видите в центре родители или дети, следующий круг – братья, сестры, деды, просто родственники, потом друзья, потом разные социальные институции, церковь или поручитель. Эти люди назначения прописаны в договорах, по которым дают билет. Но так ли это на самом деле? Роуз Томпсон приехала к дочери, оказалось, что будет восьмой в небольшом трейлере. Ушла в приют. Мы обнаружили случаи, когда люди просто становились бездомными в пункте назначения. А в некоторых случаях они даже снова становились бездомными в городе, из которого уехали. Так что на самом деле все не так просто. И картина не такая радужная, как представляют эти программы в городах. Главный вопрос, на который журналисты ищут ответ всем этим лонгридам. Каким образом эта автобусная программа влияет на ситуацию с бездомностью? Ответ на дальнем плане. Вот сколько человек уехало. Ответ на крупном плане. История Уина Рабера. С него лонгрид начался. И композиция закольцовывается им же. Уин был парнем, которого я встретил летом возле офиса возвращения домой в Сан-Франциско. Он молодой парень, 27 лет, родом из Индианаполиса. И он был бездомным. Он был осужден за употребление наркотиков в раннем возрасте. Что сорвало его планы пойти в армию, которая была его мечтой. И он надеялся вернуться в свой родной город Индианаполис. Просто потому, что он был измотанный у Стек-Аллетт, бездомной жизни в Сан-Франциско. Когда я его увидел, он выглядел просто физически уставшим. Поэтому я проводил его на автобусную станцию. А потом, почти через месяц, после его отъезда, я поговорил с ним, и он сказал, «Я возвращаюсь на автобусе в Сан-Франциско». В Индианаполисе дела. Не заладили, сын Пуг. Попал в программу по лечению наркозависимости. Друг, у которого я остановился, и мне просто негде было остановиться. Там я снова стал бездомным. И вот сегодня положение Куинна почти такое же, как было до того, как он сел в автобус. Тащит за собой чемодан на сломанных колесиках. Он пытается найти столбы для палатки, которые он нашел, чтобы спать в ней. И он снова живет в Сан-Франциско. Почти точно в том же месте, что и до того, как взял билет. Посмотрите на паттерн. Дальний план и общая картина – человеческое преломление. Дальний план – человеческая история. Это создает ритм. Вот эти своеобразные качели, на которых удерживается внимание пользователя. Напишите в комментариях, оказался ли вам такой разбор полезен и интересен, стоит ли продолжать эту рубрику. Узнали ли вы что-то новое о мультимедийных лонгридах и мультимедийных форматах, которые мы используем для рассказывания историй. Если у вас есть ссылка на какой-то интересный мультимедийный проект или на ваш собственный, на который вы хотите получить обратную связь, конечно же, пишите об этом тоже в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!